Меня зовут Анастасия Кандаурова, я анти-эйдж-нутрициолог, являюсь блогером и веду такие соцсети, как Instagram и Telegram. И сегодня мне бы хотелось поговорить на очень важную тему о связи питания и здоровья молодости, красоты кожи. Ведь в современном мире люди часто сталкиваются с такими проблемами, как преждевременные морщины, как признаки старения, как сухость кожи. Акне, высыпания, покраснения и так далее. И первое, на что стоит обратить внимание, это баланс микроэлементов. Ведь когда не хватает какого-то элемента в организме, это моментально сказывается на здоровье и на качестве кожи. Например, такие витамины, как С и Е, например, витамин С провоцирует выработку коллагена. Витамин Е помогает поддерживать упругость, эластичность кожи. И я бы рекомендовала обратить внимание на такой элемент, как коллаген. Ведь благодаря ему наша кожа остается красивой и упругой, подтянутой. Где можно найти коллаген? Это костные насыщенные бульоны. Также помогает выработке коллагена витамин С. Это цитрусовые фрукты, например, лимон, апельсин, грейпфрут. Также важно включить в свой рацион яйца, орехи, бобовые, зеленые салаты. Помимо этого, важно обогатить свой рацион продуктами, богатыми цинком, медью, магнием, железом. И здесь одно есть важное правило и главный лайфхак. Ваше питание просто должно стать разнообразным и включать полезные продукты. И это салаты, это мясо, рыба, бобовые, орехи и так далее. Следующее, на что очень важно обратить внимание, это режим питания. Ведь только регулярное питание поможет поддерживать здоровье и эластичность, красоту вашей кожи. И продлить ее молодость. Что здесь можно сделать? Распланировать свои приемы пищи и подстроить все дела под них, не иначе. Ведь если вы хотите продлить свою молодость, вы должны взять на себя ответственность. Ваш режим – это зона вашей ответственности. Любовь к себе начинается с самодисциплины. И здесь вопрос приоритетов. Ведь женщины в современном мире, постоянно находясь на высоких темпах в работе, бизнес-женщины, не успевают выделить себе время на питание. И это очень плохо. И это влияет на то, что кожа начинает рано увидать, появляются признаки старения, становится кожа дряблой и появляются другие проблемы, в том числе и акне, воспалительные процессы кожи и так далее. И тут важно обратить внимание на то, что если вы будете заниматься своим питанием, качеством своего питания, режимом своего питания, то вы даже сможете сэкономить на косметологии. Потому что никакая косметология, никакие крема не помогут вам сделать вашу кожу идеальной, если вы не займетесь в первую очередь своим питанием. Поэтому ваше питание, ваше здоровье кожи, ваш режим питания – это ваша зона ответственности. Помимо этого, хотелось бы обратить внимание на режим питья. Это очень важный момент, ведь вода помогает сделать кожу более гладкой, убрать лишние морщины. И есть очень классный лайфхак, которым я хочу с вами поделиться. Буквально обставьтесь водой везде. У вас не должно быть шансов не попить воду. И второй момент – вы должны получать кайф и удовольствие от того, что вы пьете. Поэтому важно пить воду из красивых бокалов, из красивых бутылок и просто кайфовать. Если мы не следим за своим питанием и хотим красивую, здоровую, молодую кожу в долгую, то это в сказку. Это возможно только в том случае, если вам 17-18 лет, у вас идет хорошая выработка коллагена, ускорен обмен веществ и ваш организм наполнен микроэлементами. То есть у вас есть еще запасы, но, к сожалению, с возрастом появляются дефициты, к сожалению, с возрастом уменьшается, минимизируется выработка коллагена. И по этой причине кожа становится дряблой, сухой, безжизненной и так далее. И важно регулярно, системно помогать организму через питание, через режим питания, через то, чтобы переводить фокус на здоровую пищу, на режим питья в том числе. Есть ряд вредных продуктов, которые напрямую влияют на качество нашей кожи, которые ускоряют процессы старения. И это в том числе жареная пища, то есть те продукты, которые содержат в себе конечные продукты гликации, которые провоцируют окислительные процессы в организме. И это, в свою очередь, приближает к нам момент старения кожи. Появляются дополнительные морщины, появляется сухость кожи, также акне, также высыпание. То есть, что мы должны исключить из нашего рациона для того, чтобы наша кожа была действительно красивой, гладкой, молодой. Это фастфуд, любые виды фастфуда, картофель фри, гамбургеры, чизбургеры, неважно. Все это мы исключаем. Все это продукты конечной гликации. Дальше продукты, которые содержат в себе большое количество сахаров. Это шоколад, это пирожные, торты и так далее. Любые глазированные продукты, глазированные сырки, пироги со сладкой начинкой и так далее. Это сладкие напитки и соки, в которых огромное количество сахара. Почему необходимо минимизировать или даже вовсе убрать сахар из нашего рациона? Потому что именно сахар притягивает старение. Это происходит в связи с тем, что нам изначально нужно следить за уровнем глюкозы в крови. И если уровень глюкозы повышается, то тем самым запускаются окислительные процессы в организме. И это все влияет на разрушение коллагена и эластина. Также есть ряд полезных продуктов для кожи. То есть это те продукты, которые содержат в себе цинк, медь, железо. Также витамин С, витамин Е, коллаген. И это мясо, это рыба, это орехи бобовые, листья салата, овощи, фрукты, особенно цитрусовые, те, которые содержат витамин С. Это лимон, апельсин, грейпфрут. Потому что витамин С провоцирует выработку коллагена. Это печень, это яйца. Итак, для того, чтобы поддерживать нашу кожу, для того, чтобы выглядеть хорошо, для того, чтобы убрать лишние морщинки и продлить молодость, важно помнить о трех принципах, которые строятся на здоровом питании. А также полезные нерафинированные масла, желательно холодного отжима. Это льняное масло, подсолнечное масло, рапсовое масло и так далее. Итак, для того, чтобы продлить нашу молодость, для того, чтобы убрать лишние морщинки на лице, также очень важно обратить внимание на непереносимость лактозы и глютена. Если у вас присутствуют такие непереносимости, то просто необходимо для здоровья и красоты кожи, для ее молодости, исключить глютеносодержащие продукты и продукты, которые содержат лактозу. Это молоко, молочные продукты, например, творог, кисломолочные продукты. Это овсянка, это макароны, это мука. Ведь если вы будете включать эти продукты в свой рацион, имея непереносимость, то, скорее всего, на вашем лице будут множественные высыпания, акне, покраснения и воспаления. Также важно помнить и о том, что нужно исключить из своего рациона рафинированные масла. Очень часто мы используем рафинированное подсолнечное масло. А это тот самый источник, который провоцирует очень серьезные воспаления не только на коже, но и во всем организме. Итак, для того, чтобы продлить свою молодость, для того, чтобы продлить красоту в своей коже и выглядеть хорошо еще долгое-долгое время, важно придерживаться основных принципов, которые строятся на питании. И это баланс микроэлементов, это режим питания, водный баланс и умеренное потребление вредных продуктов. Ведь здоровое питание – это роскошь, доступная каждому. Конечно, не забывайте про умеренную физическую активность и здоровый сон.